Как бороться с утренним нежеланием меняться? Вот мы уже и сказали, хорошо бы помнить суд Божий и ответственность перед Господом. Я много раз говорил, например, когда один человек пришел в эту церковь, вот прям в храме здесь, только служба закончилась, службы не было. Я подошел к тому подсвечник вот там и поправлял эти свечки там были, служба закончилась, в трапезной идти. А вошел мужчина и свечку ставит, но я его место освободил, тоже он ставит, я уходил. Ей подошел, что он ставит, а там агарки все залито, негде поставить, я его освободил. Вот, он говорит, батюшка, что-то вот это, сегодня праздник, надо, конечно, теперь ходить. Ну вот пришел свечку поставить, а ведь говорят, что-то еще надо там, что, сейчас что-ли, спамец, говорит, нет, я говорю, ну как же, ну как же, ну а ты как хочешь, чтобы тебе только про любовь говорили, а тебя не любили на самом деле. Так и Господь, и все, как же, расти. Он говорит, нет, да ладно, это мы не справимся все равно, какой смысл-то, скажи, пожалуйста. Это он мне говорит, что ты что, святой? Я говорю, вот, шух, крема оставить мне где-то, односложное. Теперь он говорит, а он говорит, ну это ты видишь, даже ты, а что уж там, ладно, нет смысла ходить тогда. Я говорю, погоди, как не стоит ходить? А вот, он говорит, ой, так-так, буду быть. Он так сказал, ой, так-так, буду быть. Меня это затело. Я вот так разверну, говорит, подожди, брат, погоди, ну подожди, не будем говорить. Ты бесконечно говоришься, я могу бесконечно говорить. Дай пальцы. Свечу поставил, сунь пальцы, свечу подержи. И пальцы тащу. Он говорит, вот, от меня, зачем это? Да посмотри, сколько ты продержишь в огне пальца. Ну сколько продержишь, ну, отдернешь, ну сколько продержишь. Я говорю, отдернешь быстро, и есть возможность. Из адского огня. Как кто нас с тобой выдернет? Как гореть-то будем? Ты вот, говори, прежде чем такое сказать, все равно в аду будем. Ты вот сунь пальцы и держи. И при этом говори, все равно гореть? Все равно гореть? И не вытаскивай. Все равно гореть? И не вытаскивай. Был такой один угодник, Божий, в Далмации. Это территория современной Хорватии или Боснигельца Гавида. И мы не помним. И он подвязался подвигом. Отшельник был. Это недалеко до Новоселения, в горах. И раз, о нем, ну, высокий был бы он в жизни. К ним люди приходили с духовным советом, с просьбой о молиться. О том, кто умрет, чтобы он помолился. Там, саркаустный, на псалтыре поминал. Просили его. Вот, приходили. И вот, что-то о нем зашелся разговор в одном интересном заведении. Одна была не замужем, она содержала дом. И он был публичный дом. Проститутник. И только не шлаболок для богатых людей. Там все цивильно, культурно. И вот, что-то там, при этом, помянули его разговор был какой-то. Перед тем, как. Сидели на диванах, разговор. И вот эта хозяйка-то, содержантка этого притона, говорит. Ой, да ладно, святой праведник, отшельник еще. Я мужиков всяких видел. Вот всякие есть, хорошие, плохие, страшные, красивые, умные, глупые, всякие. Но в одном-то все одинаковые. А мне, как содержащий этот притон, это слабо место мужиков известно. Через это место любого можно развернуть, в любую сторону. И отшельник святых тоже ваших. Но кто-то сказал, нет, это друг, вот этот. Да ладно, это же, то же тело, то же плоть, тот же отросток там где-то. И в общем, там что-то поспорили. И она поспорила, говорит. И настолько у них это... Он говорит, вот такой спор они сделали. Тот, кто с ней спорил, знает его правильно, говорит, там какую-то большую сумму денег. Она говорит, у меня такой суммы нет, проиграть, говорит. Но я тебе говорю, если только ты прав, я первый уйду в монастырь. И все это прикрою. Но только этого не будет, я знаю. Я вам всем покажу. И вот у нас, в маленьком бородке, и она решила всем показать, что он такой же, как все. И она выбрала такой ночь, дождь. И она там прикинулась, что я как бы сбил с дороги к его керри, стучит, там вся промокшая. Отец, от грани Христа, у меня большое горе. А я вот сбил с дороги вот туда. В общем, и он открыл. Открыл. А вот там были, ну как сказать, это тип домов. Как передний, задний у нас, только земной пол. Ну, задний вот этот, ну как очага, где греют, готовят. А впереди этого не было. Там не такой клим, чтобы все отапливать. И он вот охолон начал, он вот там где-то очага. И она тут. В общем, и она мокрая, 50-ая. Вот надо раздеться ей, посушить. Он видит. И он говорит, а она мокрая на самом деле. И он сказал, говорит, хорошо, ты вот тут вот все, вот повесь, сохнешь. А я, ну вот это правило. И ушел в холодную часть и закрыл дверь. Ну, не получилось же. Она, в общем, стала там думать, как что-то делать, там стучать, просить. У нее большое горе, поговорить с тобой вот об чем-то. Он говорит, ну, она пол ногишкой. Ну, и вообще, а потом же откровенно вот она стала говорить, что вот она о нем только так много слышала. И видит к нему, какой он душевный человек. Вот, а ей вот по-человечески около сердца погреться. И около тела его погреться. Она живой человек. И т.д. и т.п. И он почувствовал, ну, злой человек почувствовал, что похоть поднимается у него. Страсть начинает быть. И он понял, что бес берет на него власть. Он ее не осудил. Он ей плохо ничего не сделал. Он просто сделал вот так. Снял, ну, что бы ты на ногах. Это, ну, какие там, обувь какая-то. И вот этот очаг-то был, столкнул котелок и в угли встал. Ну, черт подувь, зашипело. Пошел к паленым. Пошло. Там загора встала. Ноги-то, она увидела у него волос поднимет и говорит, ты что делаешь? Она говорит, к аду, к ацкому огню стараюсь привыкнуть. И не уходил. В общем, он ухвал в обморок от боли. Она его уж вытаскивала, потом отливала и все. Ну, после этого, какой уж у него уж тема другая. И у него, да чего? Он потом, тебе написано, несколько месяцев на четырех ползал. Не мог на ноги ступать. Там у него что, какой страшной вещью было. Вот. И она поняла. Что она проиграла в этом споре. Ее настолько потрясло. Дело не в споре. Потрясло. Что она потом пришла и сказала, говорит, и без спора. Я закрываю свое дело. И этим женщинам стало их ворить. И другому покаялась. В ее доме был основан женский монастырь. В публичном доме женский монастырь. Вот, мои дорогие. Вот. Что его удержало. Что им помогло. Откуда у нас вот такая расхлябанность порою. Давайте чаще совать пальцы в свечки и вставать на угли. Умнее будем. Умнее будем. Глупости будем говорить. И лень будет проходить. И грехи будут отходить сразу. Мы слишком себя уж больно сильно жалеем. Все ищем легкой, сытой, мягкой, спокойной жизни. И при этом еще как бы правильником быть. Это причина.